Добрый день, друзья! Книга «Тень беса», которую я выпустил совсем недавно, очень быстро разошлась. Осталось где-то у меня, наверное, десяток или полтора десятка экземпляров. Я думаю, что в течение пары недель они окончательно разойдутся. Но вот меня порадовало издательство выходом новой моей книжки. Вот такая книжка «Антисветоний. Жизнь и слава римских императоров периода Принципата». Я давно собирался выпустить эту книжку, но у меня была заготовка, давным-давно уже опубликованная в сети. Она со всеми опечатками там болтается. Я хотел все это исправить и выпустить другую книгу. Та публикация касалась только первых двенадцати цезарей, первых двенадцати римских императоров. И название «Антисветоний» было направлено против той интерпретации, которая широко распространена еще с тех древнеримских времен, со времен императора Адриана. Когда такой архивист у него работал во дворце, потом его выгнали, видимо, за то, что он понаписал, собрав все сплетни. Он сделал такую коллекцию сплетен против первых двенадцати римских императоров. И это произведение широко известно, широко распространено. Вообще, в период еще советский, может быть, в последующий период тоже. Любой более-менее образованный человек, который получил гуманитарное образование, прочитал эту небольшую книжечку «Жизнь двенадцати цезарей», жизнеописание, которое составлено Свитонием. И на основе этих анекдотов, которые он собрал, масса написанных книг, выпущены фильмы. Римская империя превращена в объект насмешек, критики, клеветы. И поэтому требовалось выпустить другую книгу, настоящую историю, которая все эти выдумки просто отбрасывает, выводит за скобки и показывает, по сути дела, почему Римская империя была действительно великим государственным образованием. В данном случае я за пределы первой публикации вышел очень далеко. Здесь 54 очень кратко изложенных биографии первых римских императоров. Ну, уже можно сказать, это не первых, первых и последующих римских императоров, вплоть до завершения периода принципата. Все они описаны. И я могу сказать, что подавляющее большинство императоров были хорошими императорами. За исключением случаев, когда либо это были слишком молодые люди, и ими манипулировали разные негодяи, либо они были молодые, не только неопытные, но и невоспитанные или воспитанные каким-то неправильным образом, как Каракала и Гетто, ненавидели друг друга, оба были соправителями. Каракала убил своего брата. И, конечно, это пятно на этом именно императоре, на всей империи осталось в веках. Тем не менее, остальные, вот 54 императора, остальные императоры, несомненно, были достойнейшими людьми. И даже если они были молодыми, и даже если вы посмотрели какие-то фильмы, где клещут, начиная с Юлия Цезаря, какие-то французские комедии, которые представляют римлян полными идиотами, или сериалы, которые псевдоисторические тоже показывают, что Рим был весь... Вот он все время загнивал. Римская империя беспрерывно загнивала. Так вот загнивала и загнивала, столетия за столетием, расширяя свои территории, побеждая нашествия огромных полчищ варваров, беспрерывно воюя с парфянами, с готами и так далее. Беспрерывные войны, в которых римляне постоянно побеждали. И все время почему-то загнивали. Огромная история, которую не дано было пройти подавляющему большинству государств, которые мы знали или знаем сегодня. Вот эта история, можно сказать, оклеветана уже и современными историками. Вот я покажу толстенную книгу. Вот такая толстая книга, которая как раз и содержит имя вот этого первого клеветника, Гая Свитония Транквилла. И плюс здесь еще прибавлены абсолютно недостоверные. Это знают прекрасные ученые с сочинения Пластилина Рима, биографии императоров от Адриана до Диоклетиана. Автор, основной автор здесь Элий Спартиан, который навыдумывал, и тут еще другой, тут Флавий Ваписк. Но основной это, конечно, Элий Спартиан, который просто напридумывал массу всяких эпизодов, записал то, что можно и современными средствами исторического исследования провернуть, но тем не менее это публикуется, это считается, вот такая толстенная книга, считается, что это и есть древнеримская история. Я поскромнее написал книжку, вот толщина этой книжки небольшая. Но меня порадовала возможность издать такую книгу, опять же, малым тиражом, издательства не берутся за подобную литературу. Но вы можете сами посудить, насколько такая стильная обложка получилась, наоборот, тут карта Римской империи, ее в максимальном расширении, может быть, даже некоторые территории здесь не обозначены, они были подконтрольные, под протекторатом, вот такая глянцевая обложка с такой побежалостью, которая не совсем заметна, но цвет не совсем черный. И такой градиент я специально там сделал, и он получился очень удачно. И внутреннее содержание, масса иллюстраций, ну вот, например, просто открою наугад, вот такие иллюстрации, это скульптурные изображения и реконструкции. Реконструкции внешности меня очень порадовало, в последние годы появились, ну вот, например, Марк Аврелий, вот реконструкция, чем бородой я на него где-то, наверное, похож. Вы смотрите эту книгу, это не просто какой-то набор сведений скучных, вы можете посмотреть в глаза этим людям, можете ощутить живьем, ощутить историю живой, как будто она совершается на ваших глазах, то есть вы смотрите там, вот Септиме Север, этот даже, наверное, еще больше имеет схватство своей бородой. И очень удачные вот такие современные реконструкции внешности, тоже по скульптурным изображениям, но уже они сделаны так, что видна фактура кожи, каждый волос, вот как он не может быть воспроизведен в скульптуре, каждый волос там в бороде, на голове, морщинки, вот все это сделано так, вот и такие вот просто, можно сказать, красавцы, которых вы, конечно, может быть в жизни таких не видели, но как будто бы вы встречались вот с такими людьми, которые где-то напоминают ваших знакомых. И от этого ощущение истории совсем другое, совсем иное, чем от просто скучного текста. Но главное, что здесь очень много правды, даже если это идеализация изображений, даже если биографии содержат в основном те успешные деяния, которые, в общем-то, и прославили Римскую империю, вы все равно ощущаете это именно как правду, как живую историю. А когда вы смотрите фильм о Древнем Риме, например, даже псевдоисторическую хронику, которая, казалось бы, воспроизводит документально то, что происходило в Древнем Риме, вы наблюдаете подделку. Вот хотелось бы, чтобы мы привыкли от подделок отказываться не только в отношении Римской империи, усваивая, кстати, уроки Римской империи, я здесь в заключении достаточно четко определил и показал, где, в каких случаях Римская империя ослабевала, в каких случаях она могла действовать успешно, и это связано с конструкцией власти и некими принципами, которые использовались римскими императорами и как личностями, и правовая система соответствующим образом складывалась. Если мы привыкнем к тому, что клевета на историю, фальсификация, коллекции всяких анекдотов нами не принимаются, то мы и в остальных случаях тоже будем воспринимать историю как правду, и как правду порой трагичную, например, историю своей собственной стороны. Мы не будем пользоваться фальсификациями, которых полно, и о которых тоже я постоянно говорю и пишу, и сейчас целый цикл книг я готовлю, и, может быть, вот первая книга в этом месяце, по крайней мере, мне обещано, что она выйдет. А эту книгу я предлагаю, вы можете заказать ее у меня, написав мне по электронной почте, я здесь снова ее публикую. «Тень беса» вы тоже можете заказать, но если успеете, последние экземпляры остались. А эта книга вот только что вышла, только-только-только начались продажи на книжной ярмарке в Санкт-Петербурге, которая будет проходить с 16 по 19 мая. Вы можете эту книгу также купить на стенде издательства «Традиция», это на Дворцовой площади. Каждый житель Санкт-Петербурга может прийти, найти этот стенд издательства «Традиция» и приобрести эту книгу. И продаются также и другие книги «Мои болота XX века», «Чума большевизма». Вот три книги, как минимум, на стенде издательства «Традиция» вы сможете купить гораздо дешевле, чем даже если вы будете заказывать у меня или покупать где-то в интернет-магазинах. Я также приглашаю тех, кто решится сделать заказ этой книги, покупать не одну, а две книги. Мне будет удобнее паковать, потому что соответствующие коробки, стандартные, они слишком большие для одной книги, а две книги я на две книги делаю скидки, на три книги еще больше скидок, на десять книг еще больше скидки. Если вы купите две книги, то мне будет удобно их запаковать, а вам будет удобно их получить и сделать подарок кому-то из своих близких, знакомых. Эта книга значительно дешевле, чем «Тень беса». Ее оформление как раз создает такое приятное настроение, что вы не столько напрягаете мозги для того, чтобы освоить материал, сколько просто обчитываете те иллюстрации, которые вам почему-то запали в душу. Вот вы там полистали, увидели какой-то портрет и захотели узнать что-то большее о том, кто смотрит на вас, как император Троян, например, самый успешный, может быть, не самый красивый чертами лица, но тем не менее, это волевая достойная личность, с которой, может быть, и стоит даже брать пример. Покупаете две книги, я их пакую в коробку в хорошей сохранности. В любом случае, к вам эта книга приходит, ее трудно будет повредить, даже если будет неаккуратное обращение на почте. И она доставит вам радость и будет, может быть, многие годы стоять у вас на книжной полке, и вы будете обращаться к этой книге, как к источнику достоверной информации и как к источнику живой истории, древней истории, которую вы можете воспринять как часть своей жизни. Эта история в вашей собственной голове не будет прекращена, не будет мертвой, а будет переживаться так, как если бы вы общались с этими людьми и знали их лично. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...